Донецкую Народную Республику посетила делегация из Греции совместно с ансамблем фольклорного танца «Мамайери». А уже 9 июля гости побывали в Старобешевском районе и в рамках визита посетили мемориальный музей Паши Ангелиной, ознакомились с работой районного общества греков «Патрида», технической базой греческих танцевальных и вокальных коллективов, греческого этнографического музея и центра греческой культуры. «Тην κυβέρνηση, για το ενδιαφέρον που δείχνει την υποστήριξη και την προστασία των Ελλήνων της περιοχής». «Την Ελλάδα, όμως, θα μεταφέρουμε την αλήθεια και τις σωστές πληροφορίες απέναντι στο εμπάργο πληροφορίες που υπάρχει». «А отсюда мы в Грецию увезем правду, которую мы донесем через средства массовой информации, на которую наложен запрет сейчас в Европе. Постараемся донести правду нашими разными способами, чтобы как можно больше людей в Европе знало правду». 10 июля ансамбль фольклорного танца «Мамайери» выступил на сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса концерт посетили более сотни жителей территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине. «Και, вы здесь, к сожалению, не узнали, что такое оружие...» «То πιο δυνατό όπλο των Ελλήνων, το ανίκητο όπλο των Ελλήνων, είναι ο πολιτισμός τους». «Но самое главное оружие, Греков, это, конечно же, η культура». «Мо αυτό το όπλο εργόμαστε εμείς σήμερα εδώ, να ενισχύσουμε το δικό σας αγώνα, αλληλέγγυοι μαζί σας». «Именно с этим оружием мы приехали к вам сегодня сюда, для того, чтобы выразить вам нашу солидарность и поддержать вас в вашей борьбе». На сегодняшний день греческая диаспора является третьей по численности в Донецкой Народной Республике. За все годы войны в Донбассе удалось сохранить места компактного проживания греков в нашем крае.